Чей волос был в бузинной палочке? И кто ел почтовых сов в Хогвартсе? Всем привет! Меня зовут Джульетта. Специально для тематической выставки по Гарри Поттеру мы сделали самых пугающих, интересных и фантастических созданий из этого мира. В этом видео я расскажу, какие аниматронные модели использовались при съемках и раскрою все тайны этих волшебных существ. Феникс Специально для фильма «Гарри Поттер» и «Тайная комната» было принято решение изготовить аниматронную модель Фоукса. За дизайн отвечал Вэлла Джонсон. В качестве отправной точки он подобрал комбинацию из перьев, взятых у диких птиц. Все выбранные перья он окрасил специально подобранными красками. Затем в дело вступил концепт-художник Адам Брокбэнк. Он работал над всеми сценами появления Фоукса в «Гарри Поттере» и «Тайной комнате». Старая дряхлая птица, которая в конце концов сгорает, птенец Феникса, возродившийся из пепла, и молодой Феникс, который помогает Гарри в его битве с Василиском. Для того, чтобы Фоукс получился как можно более правдоподобным, Адам наблюдал за повадками настоящих птиц. Для этого Адам черпал вдохновение в изображениях из классической мифологии, а также в наблюдениях за настоящими орланами и стервятниками. Результатом его работы стала аниматронная птица, сидящая на жердочке в кабинете Дамблдора. Дизайнер эффектов существ Ник Дадман описывает невероятную степень контроля над моделью Феникса. Он мог перемещать свой вес так же, как птицы, когда они ходят, мог расправить крылья и поднять свой гребень, мог моргать, и у него было множество мелких выражений на морде. Когда он исцеляет Гарри слезами, из его глаз и вправду течет вода. Получившаяся модель была настолько реалистичной, что Ричард Харрис, исполнявший роль Дамблдора, считал, что это настоящая птица. Для создания нашего Феникса мы использовали настоящие перья. Для того, чтобы их закрепить, мы специально придумали и протестировали новую для нас технологию. По желанию заказчика, мы можем сделать его аниматронным. Интересный факт. Все фанаты знают, что в волшебных палочках Гарри и Волан-де-Морта были перья от одного Феникса. Создатели решили обыграть этот момент. В сцене на кладбище между палочками Гарри и Темного Лорда устанавливается связь, которая выглядит как золотая сверкающая нить с золотыми же бусинами. От этой нити звучит песня Феникса. Фестрал. Фестралы – одни из самых пугающих существ во вселенной Гарри Поттера. Увидеть их может только тот, кто видел смерть. А волос из хвоста фестрала стал сердцевиной для бузинной палочки. Воплотить такое необычное существо на экране было сложной задачей. Для этого на съемочную площадку были приглашены реальные зоологи и биологи. В их задачу входило создание внешнего облика магических существ, отслеживание правдоподобности их движений и действий. За основу были взяты кони, летучие мыши и даже жирафы. Создав первый концепт Фестрала, команда фильма не сразу начала создавать его цифровую модель. Для правильной постановки кадра был изготовлен реалистичный макет. Из-за большого размаха крыльев и немалых габаритов тела, Фестрал мог просто не поместиться в кадре или закрыть собой актеров. Эта модель не была аниматронной. Но мы не ищем легких путей, и поэтому решили изготовить полноразмерную аниматронную копию. При его создании мы использовали волосы из конского хвоста. И для того, чтобы сделать его как можно более реалистичным, мы также привлекли различных специалистов. Интересный факт. Патронус может принять форму Фестрала, хотя патронусы, принимающие форму магических животных, очень редки. А еще Фестралы могли охотиться на почтовых сов, но Хагрид отучил их от этого занятия. Василиск. Перед съемками сцен с Василиском для «Тайной комнаты» режиссер Крис Коламбус попросил совета у Стивена Спилберга, у которого за плечами был парк южского периода. Спилберг сказал, что лучший результат получается при сочетании компьютерной графики и аниматронных моделей. Специально для съемок эффектов существ построили часть тела Василиска длиной 8 метров и весом в полторы тонны, с кожей из вспененной резины и скелетом, сделанным из алюминиевых стремянок. В сценах, снятых крупным планом, мы видим не компьютерную графику, а настоящую модель. Интересный факт. Чем питался Василиск в «Тайной комнате»? Его жертвами становились мелкие грызуны, которые водились там. В фильме их скелетами были усеяны полы, и несколько крыс убегали по тоннелю вместе с Гарри. Арагог. Сцена с пауками во втором фильме была признана одной из самых пугающих. Хотя мелкие пауки были нарисованы на компьютере, Арагог был гигантской аниматронной фигурой. Изначально его планировали полностью сделать на компьютере, но на совещании глава по отделу спецэффектов Ник Дадман робко заявил, что его команда сможет построить достоверную и большую куклу-паука. Позже он не раз пожалел о своих словах, ведь огромная аниматронная кукла представляла серьезный творческий вызов. Модель Арагога строили 20 человек в течение целых 6 месяцев. Гигантский паук был высотой 3 метра, с размахом ног 5 метров, каждый из которых должен был управлять отдельный человек. Все существо весило 750 килограмм. Потребовалось более 15 человек, чтобы управлять аниматронным Арагогом на съемочной площадке. Нас вдохновляют не только динозавры, но и волшебные существа из фильмов и сериалов. По желанию заказчиков мы можем изготовить полноразмерные аниматронные модели, которые украсят любые выставки. Пишите в комментариях, какое создание вы хотите увидеть в нашем исполнении. Шалость удалась!